Подожди, подержи камеру, я себя в порядок приведу. Кто шеф-повод? Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лариса Булина и это часть вторая Дунганской свадьбы в Кыргызстане. В первой части видео о Дунганской свадьбе я показала, что происходило в доме невесты и немного о том, кто такие Дунгани. Напомню, что Дунгани – это китайская народность, которая эмигрировала в страны Центральной Азии из-за политических, экономических и религиозных притеснений со стороны китайского правительства. Дунгани начали эмигрировать на эти земли еще в 19 веке и обосновались на севере Кыргызстана и Казахстана. Сейчас идет у нас, начинается второй день свадьбы. И вы знаете, в дунганской культуре принято свадьбу праздновать очень налево. Сейчас нам налево. Очень-очень рано. Вот сейчас 7 утра мы приезжаем в село Ирдык. Сейчас ночевали в Караколе сегодня. И второй день. Ну, он не второй, он на самом деле, получается, четвертый или пятый. Для нас это второй. И самый главный праздник уже в доме жениха. Сейчас будем смотреть, что там будет происходить. Доброго утра всем. Ребята, сейчас начинается у нас завершающий день свадьбы. Это дом жениха в селе Ирдык. Время 7 утра ровно. И дунганские свадьбы, они начинаются именно вот так рано. Мы сейчас должны выяснить, что да как, почему так рано. И вообще, что там происходит. Погнали. Здравствуйте. Нет, не посуда, а я блогер съемки приехала делать. Да. Можно, да? Доброе утро. А, хорошо. А еще ничего? Здравствуйте. Меня Лариса зовут. Лариса? Да. Нур. 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 Лариса Нур. Да, да, да. Сходите сюда. А, еще не началось ничего, да? Еще не началось. А вы можете рассказать пока, что вот здесь вот красивые такие... Мы готовим это для женщины хлеб, югозы это называется. А для мужиков тоже готовим хлеб, югозы. Сейчас буду подавать щи будем. А, сейчас щи будете подавать? Да, да. Ой, классно, классно. А скажите, пожалуйста, а почему свадьбы в дунганской культуре так рано начинаются? Потому что у нас народов много же, и семьи родственников очень много, и ну, надо успеть все. А, они будут все приходить партиями, да? Да, да, надо все успеть. Так, оказывается, это для того, чтобы все успеть. Ну да, я слышала, что в дунганской свадьбе важно... Нет, не важно, а люди приходят, уходят, приходят, уходят. То есть нет такой истории, что вот я пришла, к два часа села и сижу до вечера. То есть пришла, поела, поздравила, ушла. Сейчас посмотрим, какие вкусности здесь приготовлены. Это красная точка означает, ну, свадьба же, это чтобы красное все было, чтобы светлое было, что очень красиво, что у них жизнь всегда была яркая. Это юго, как сказать, ну, наша традиция должна быть на свадьбу такой. Так, сейчас раннее утро и накрывают столы отдельно для женщин. Вот здесь несколько столов будет. И здесь отдельно вот так вот спрятаны будут мужчины. Идем туда. Нас куда зовут, мы туда и идем. Да, чтобы я не кричала, что чай давай! Здравствуйте! Здравствуйте! Можно посмотреть? О, это, подождите, это что-то, я знаю, такое в шленфу добавляют крахмал. А это другое какое-то блюдо, да? Да. А вот это традиционное свадебное угощение – дунганские щи, которые приготовляются из мяса, овощей, хлебных изделий и риса. В недалеком прошлом щи готовили только в наиболее состоятельных семьях, как свадебное угощение. В настоящее время это блюдо может приготовить любая семья. И это уже не только свадебное угощение, но готовят его и в праздники, и по случаю каких-либо семейных торжеств для почетных гостей. Надо отметить еще одну особенность этого блюда – готовят щи обычно мужчины. Кто шеф-повар? Вы? Как вас зовут? Курбай Ишурович. Как? Курбай Ишурович. Курбай Ишурович. И можно я вам второй микрофончик сейчас нацеплю? Зачем? Что-нибудь мне расскажете интересное. Я не умею. Сулик, кидыста. Да я вижу, что вы умеете. Сулик! Сулик, че-лик. Э, Сулик. Так, подиже. Вот сейчас, он шеф. Мне сказали, вы шеф-повар. Я в черной работе. Ну, судя по тому, что вы мясо режете самое ответственное, значит, вы шеф-повар. Значит, вы здесь самый главный. Ну, расскажите, почему в Дунгане празднуют свадьбу в 7 утра начинают? Скажите. Интересно очень. Сейчас все заняты же. На поле пойдут, поэтому пораньше надо. Вот, то есть надо сейчас пораньше все сделать и поехать работать, правильно? Времени нету. Сейчас сезон урожай надо собирать. А вы со стороны жениха, да? Вы кто жениху приходитесь? Дядя. А, дядя вы его? Да, я его, дядя. А чем семья жениха занимается? Земледелием. Земледелием? Кроме земледелием больше ничего не то. Ну, так это круто, представляете? Представляете, что Дунгане в Кыргызстане заняли такую важную нишу. Работать на земледели. Это очень круто, кстати. Вы понимаете, что вы, кстати, тяжело, естественно. А какая работа легкая? Ну, земля никогда никого не обидит. Вот, точно. Все, я от вас отстала. Все, спасибо за внимание. Так, смотрите, здесь есть вот такой шкаф, и в этом шкафе варится рис. Ух ты, круто. То есть это как пароварка условно большая, да? Обалдеть. Красиво. Дунганские щи – это не то же самое, что русские щи, а особое дунганское блюдо из семи видов котлет, окрашенных в разные цвета пищевой краской. Щи можно есть с рисом или положить в кисловатый суп по желанию. Выши, выши! Значит, для людей, которые проснулись в 6 утра и не завтракали, вот эта картина просто, знаете, сердце травит. Поэтому мы ждем быстрее, когда уже будут накрывать на стол, и можно будет что-то это попробовать. Очень красиво все выглядит, необычно. А это мясо? Да, это фрикадельки. Фрикадельки, да? Да, мясо. А, и так, здесь я тоже вижу, что это требуха у нас. Снизу крахмал, сверху у нас требуха идет. Так, скажите, а мужчины и заготовки все эти делали? Да, все мужчины делаем. Почему мужчины готовят? Женщинам не доверяют. Женщинам не доверяют? Нет, интересно, интересно. Почему так? Ну, у нас так, традиция у нас… Только на свадьбу или вообще тоже дома готовят? Нет, только на свадьбу. А, только на свадьбу мужчины готовят? Да, мы готовим. Режем одну бычка и корову. Ну, основу мы быков режем. 300 килограмм, 350 килограмм. Бычка 350 килограмм зарезали? Да, только мясо. А вас как зовут? Меня Сулайман. Сулайман. А вы сами женаты? Да, женаты. Так, а здесь допускаются неженаты на кухню? Да, допускаются. Чтобы учились, да? Да, чтобы продолжение было, да? Вот, допустим, кто-то занят где-то, чтобы можно заменять и на кухне работать. Вы очень интересно рассказываете. Спасибо. Только начинаем. Просто заняты, видите, немножко вот надо всем до прихода гостей должны мы все приготовить. Нет, это все понятно. Я понимаю, что значит, блогеры, они обычно только мешаются под ногами. Я это уже понимаю. У меня уже опыт большой, поэтому простите меня. Ну, это понятно. Ну, а кто расскажет про дунганскую свадьбу, если не мы? Нам надо рассказать. Да, это, конечно. Потому что это очень интересно. Значит, сейчас здесь мужчины готовят блюдо, которое называется... Как нур? Прям очень вкусно выглядит. Надо попробовать. Как называется оно? Блюдо называется ши. Ши. Блюдо называется ши. Я еще такое ни разу не пробовала. Очень вкусно, как говорит Нур, надо попробовать. Надеюсь, нам выдадут по тарелочке. Так, здесь у нас варится рис. Здесь у нас варится рис. Вот в этой такой пароварке большой. Так, друзья, а еще, смотрите, очень важно. Но все, конечно, знают, что исторические дунгани, они пришли в Кыргызстан. Было 8 вол миграций. И они начали заниматься здесь земледелием. То есть выращиванием картошки, риса, овощей. Про рис я, честно говоря, сейчас не знаю, правду я говорю или нет. Но, в общем, картошка, овощи. Всем этим до сих пор здесь занимаются дунгани. И вокруг Каракола, и вокруг Бишкека многие знают, что есть поля, которые возделываются именно дунганами. То есть это их сфера деятельности. Дунгани традиционно занимаются земледелием, возделывая поля, выращивая большое количество овощей и зерновых. Дунганские свадьбы – это интересное сочетание китайской культуры, карыгызских традиций и, конечно, мусульманских норм и правил. Дунгани – это китайские мусульмане, что является основополагающим фактором их жизни и быта. А здесь у нас, смотрите, здесь у нас вода. Это такие большие-большие самовары, которые на огне греют воду для того, чтобы потом было чая много вдоволь. Шикарно. Я считаю, это все шикарно. Вообще, кстати, я так соскучилась снимать блоги, потому что последние несколько месяцев занималась в основном туризмом по Кыргызстану, как вы знаете. И было очень-очень много туристов в этом году. А сейчас вот сезон заканчивается, и я прям, знаете, вернулась в свое родное, любимое занятие и приехала снимать дунганскую свадьбу. И я от этого очень рада и счастлива. Здравствуйте, Рамзес. Я Лариса. Это тот навязчивый блогер, который к вам приехал. Спасибо за приглашение. На нашем языке называется щучу, этот цветок. И что он символизирует? Щучу, он символизирует, что он жених. Для дружка жениха не делается щучу. А, только для жениха, да? Да, только для жениха щучу. Это символ жениха подобных, ну, что он жених, а вот для дружка мы не надеваем щучу. Чтобы было различие. Различали, чтобы кто из них принял. Да, мы вчера, кстати, и правда, мы же с вами только переписывались, и я не могла понять, кто жених, а кто друг жениха. Там непонятно, да. Да. Вы там были, да? Да, да, да. Мы часто едем на званые ужины в дунганские дома, и там нам рассказывали именно об этих традициях. И вот я сейчас только в первый раз, у меня есть возможность увидеть это своими глазами. И особенно вот интересно, это завязывание лент. Ленты завязываются крест-накрест, и нам говорили, это символ того, что мужчина будет защитником дома. Естественно, кто же еще? А это вторая лента, правильно? Это вторая лента. Как вы ночь провели, хорошо? Давай, может, в том зале хотя бы. А вы жениха уже видели? Да. А, да? Потому что вчера, ну, как бы, вас закрыто все было, я думаю. Да, я не знаю. Сейчас у нас приготовлено в комнате невесты, и мы посмотрели на невесту еще во вчерашнем платье. И потом она переоденется в традиционное дунганское платье. Вот наше дунганское платье. Смотрите, это все ручная работа. Цветочки все вышитые. Очень красиво, камни. Большая часть цветов у нас идет или же красный, или же розовый. Бывают еще синие. А белый это как уже вечерний, да, вариант. Вот, посмотрите, все яркое. Как бы наш народ идет из рода китайцев, да? Поэтому оно, видите, похоже как-то на китайское. Да, 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 очень похоже. А здесь, смотрите, штанишки? Да, обязательно. А, все, поняла. Штанишки и такая, как накидочка, да? Да, да, да. Класс. И к нему идут вот такие два платочка. Их надо на пальчики, да? Да, на пальчики она будет всем давать салам. Салам это чтобы... Ну, приветствие. А, приветствие. Приветствие она будет. Да, что-то в стиле такого, да. А, ну я, наверное, криво это делаю, как обычно. Ну, что поделать? Так, поняла. Это идет комплект. На голове у невесты идет прическа, там уже есть в национальном стиле. Можно также сделать в современном стиле. А сейчас вот это современный стиль? Да. А вы будете менять? Это уже поменяли. С утра уже поменяли. Получается, это в современном стиле. Ага. В национальном стиле он уже немножко по-другому идет. Ну, там такой вот, да? Да, 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 да. Мы такой видели, вот такой вот. И к нему обязательно мы прикрепляем яркие цветы. Угу. Это символ того, что она молодая невестка. И цветы она носит по желанию, там, месяц-два, когда-то. А, потом еще носить надо. А, понятно, чтобы все знали, что она только что вышла замуж, да? Да, 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 правильно. Пока наряжали жениха, пока мы посмотрели на красивую невесту, тут у нас на кухне просто уже все готово. Выглядит это нереально вкусно, колоритно. Значит, здесь у нас фрикадельки, здесь мясо с салом, фрикадельки, здесь фрикадельки в кляре. Здесь что-то все разнообразное такое. Это кому как повезет, да, что достанется? Нет, это каждому человеку, как каждый вид по 8 штук идет. То есть, что мы должны попробовать? Предположим, я должна попробовать все 8, это же нереально. Все 8, да, штук? В фрикадельке есть эта шуба называется, рисовая. Это как, типа из этого желтого и красного такое, а это жареные. Жареные. Да, это котлеты тоже, колбаски называются, только тоже два вида. Одна красного вида и одна желтого вида. Понятно. И каждый человек пробует по своему вкусу, какой понравится. И каждый человек кушает по-английски. А, то есть, я могу взять отсюда, 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 да? Да, да, да. То есть, это не означает, что я должна все 8 съесть? Нет, это же. Попробовать чуть-чуть? Да, попробовать. Ага, все поняла. Это мы могем. Ой, а здесь что у вас парится? Это у нас духовка. Это греется, вот греется все. А, вы сейчас отсюда туда... А, шикарно. Вот, у нас все это готовится в таком виде. Вау. Подаем это все в горячем виде. Шикарно, шикарно. Кто спит, тот летит. Нет! Скукель. Кукуль, давай. Еще другого возьмите другого. Нет! Нет, все, все, один сом! Все, все, один сом, лезь. Все, все. Пять сом, давай. Все, все, все. Нет, нет, нет. Так, по всей видимости, сейчас еда будет раздаваться за деньги, правильно? Да, это у нас просто игра такая. Открываем. Все супер, открываем, делаем ставки. Тысячу сон пишите, да? Нет. Сто долларов? Нормально. Давай, давай, давай. Жир на него ты, да? Нет, конечно, это мало. Взятку берут, взятку. Скидка, скидка будет? Нет, нет. Что вам хотели? Вы куда пришли? На кухне? Пожалуйста, смотрим. Фаза. Вы скидывайте, скидывайте, что там будет? А вот так, давайте. Ваши слова. Нет, нет, нет. Даже я требую больше. Давайте купюры побольше. Я от себя дам. Вперед. Жел, жел, жел. Я уже от себя. Открывайте, давайте. Все, открывай. Я уже от себя дал. Давай. А что, дачи нету что ли? Потом будем делиться, ребята. Выши, выше. Забираем. Вперед. Вперед... Вперед. Наскажим, больше не Bitch Chaos. Свами Многу. Нет,": Это значит жених, типа жених угощает чей. Право обслуживать гостей принадлежит только друзьям жениха, а помогают им молодые парни. На больших подносах разносятся горячие и подают непосредственно перед употреблением. На столе, кроме основного блюда, больше ничего нет. И как только гости заканчивают с едой, они уходят, освобождая место новым гостям. Застолье проходит быстро, и мне это очень понравилось. Такая скорость вызвана образом жизни Дунган. Те, кто возделывают поля, в этот день должны еще успеть на работу. Первое октября, довольно свежо. Сейчас 8 утра. И уже вторая парень. А гости как? Они поели уходят или как? То есть они здесь не задерживаются на праздник? Поели, ушли, поели, ушли. Да, вот так вот. Ближние остаются. Ближние остаются, а те, которые вот просто там, они поели, ушли, все поняла. Рахмат. А как сказать спасибо по-дунгански? Вон у них, тушели, тушели. Тушели? Тушель, тушель. Да, тушель. Так, ребята, сейчас начинается второй заход гостей. И по додице, дунгане, они не засиживаются долго. Поели, пошли, поели, пошли. Только близкие, родственники весь день на свадьбе. Это связано с тем, что традиционно дунгане возделывали поля, сельским хозяйством занимались. И надо идти работать. Вот. Правильно я говорю, да? Да. Так, теперь наша порция. Щи. Это блюдо называется дунганские щи. Оно сложно составное, очень интересное, очень вкусное. Сейчас будем пробовать. Да. И нам сказали салам алейкум. Нам сказали приятного аппетита, да? Да. Пожелали чего-то хорошего. Да. Спасибо. Ммм, это вкусно. Это фрикаделька, очень кустая. Это еще один вид фрикадельки. Очень вкусная. Очень вкусная. Все, что не доел, нужно забрать с собой. И вот так тоже лайфхак. И вот так вот, лайфхак, да. Для одиноко проживающих мужчин. При сервировке стола тарелки вкладываются в целлофановый пакет. Соответственно, еда накладывается сверху на пакет. После трапезы пакетик выворачивается, и устуканом является то, что вы не доели. Откуда взялось это ноу-хау, никто толком объяснить не смог. Но, возможно, здесь есть и каргызский след. В застольях каргызов принято собирать с собой в пакет еду, которая осталась на столе. Считается, что ты уносишь с собой часть хозяйского гостеприимства и благословения, которое было сказано за этим столом. Ну и что немаловажно, посуду мыть не надо. Ее просто вкладывают в новый пакет. И надо вот еще булочку взять, да? Да. Бабушка. Смотрите, какая вот эта булочка прикольная. В принципе, свадьба закончилась на этом. Заворачивайте, заворачивайте. А, ну все, даже завернуть? Да, все важно. О-о-о. Нам сказали, надо заворачивать все. Смотрите, хоп-хоп, и стол быстро убрали. Вот это я понимаю, да? Скорость какая. И сейчас на этот стол другие сядут. Видите, быстро так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, не рассиживаемся. На, Нур. Это наш с тобой. Ужин с тобой и завтрак. И вот уже новые гости подсаживаются. Вот так проходит дунганская свадьба. Очень быстро поели. Если вы не близкие родственники, то уходим. Ну и в этом есть, кстати, свой кайф. Спасибо большое, да? Очень вкусно. Давайте еще и раз посадите. Ну мы еще не уходим пока? Конечно. Еще раз посидим. Еще посидим, да. А сладненькая есть? Будет. А то видите вот эти щеки. У нас сладненькая будет, когда ее родители приедут. А, да? Все будет сладкое у нас. И конфеты, и сладость. Все будет. Все понятно. Спасибо большое. Короче, ребят, сейчас я рассказываю. Свадьба длится с 7 утра. И мы сейчас 3 часа поспали с Нуром. Время сейчас 12 часов. Поэтому я вообще такая отекшая. Сейчас приезжают родители, невесты в дом жениха. И будет еще один этап свадьбы. Мы поснимаем и уже потом все заканчиваем. Едем. Обычно дунганские свадьбы заканчиваются очень рано. В 12 часов все гости сыты, довольны и расходятся. Но эта свадьба немного задержалась, потому что все ждали родителей и родственников со стороны невесты. Это, пожалуй, самый трогательный момент во всей свадьбе. Невеста, которая уже провела ночь в доме родителей жениха, встречает своих родителей. Теперь она принадлежит другой семье и сможет видеться с родителями лишь изредка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И гости здесь не задерживаются. Целый день проводят только близкие родственники или близкие очень друзья, пары. Поэтому вот так вот быстро-быстро, как конвейер. Это очень необычно. Я первый раз на такой свадьбе и действительно она очень отличается от всех свадьб, в которых я была до этого. Очень классно. Мы ждем сейчас свою очередь, поедим и путь-дорожку в Бишкек. Потому что, если честно, устали. Устали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие булочки, которые называются... Это парной хлеб на пару. Парной хлеб. У него название есть. Да. Это булочки. А вот булочки. А это парной хлеб. Знаете, вот есть на каждых свадьбах такие столы, где отдельно дети питаются. Вот к ним еще и блогеры. Вот смотрите. Привет. 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 Дурмакан. Привет. И вы там видите, там тоже детские столы. И мы здесь. Сейчас пьем чай. Свадьба уже закончилась. Мы пьем чай. Все, что мы не съедим, мы должны будем забрать с собой. И... Бишкек. Мчим. Нам шесть часов сегодня в пути. Уверен? Да. Здесь посчитано все. Мои подписчики сейчас уже смотрят на мое лицо и скажут, Лара, хватит ездить. Хватит. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком, комментарием и подпиской на канал. С вами была Лариса Булина и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok